Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов. Проблем в образовании хватает. На многие из них не раз президент не просто обращал внимание, оставил задачу оперативно решить. Но к теме по-прежнему приходится возвращаться. В первую очередь глава государства обратил внимание на разрыв между спросом и предложением на рынке труда. Многие, получая диплом о высшем образовании, не работают по специальности. Еще одна болевая точка – востребованность отечественного образования и уклонение выпускников от отработки. Большое внимание и обоснованные претензии есть и к кадровому составу вузов. Президент привел наглядный пример. Ректор, трудящийся на удаленке, а такое встречается – не что иное, как формальный подход к работе. Это недопустимо. 2024 объявлен годом качества, напомнил глава государства, и задача каждого – превзойти себя. Обеспечить подготовку специалистов высокого уровня необходимо, чтобы нормально конкурировать на всех рынках и выжить. Потому Александр Лукашенко анонсировал создание рабочей группы наподобие той, что недавно проверяла эффективность работы здравоохранения, которая проведет похожую ревизию в образовании. Подготовка непрофильных специалистов, низкая закрепляемость на первом рабочем месте, уход из профессии – это непозволительная роскошь для нашего государства. Что, нам деньги некуда тратить? А если учесть, сколько государство платит, то, что это, если не экономическое преступление? Хотел бы услышать, как вы объясните факты уклонения от отработки. А еще хуже – договорняки между нанимателями и вузами. Причем на бумаге не подкопаешься. Где ваш контроль? Получается, выпустили и забыли. Так дело не пойдет. И напомню, вы не коммерсанты. Вы ректоры вузов и мыслить обязаны по-государственному. В первую очередь, вы должны готовить кадры под потребность отечественного реального сектора. Пока системной работы Минэкономики, Министерства труда, образования, да и губернаторов в этом вопросе не видно. Вторая проблема – стремление выпускников получить высшее образование за границей. Есть такая тенденция, не катастрофическая, но есть. Это что за мода? Или это объективный выбор? Хотел бы услышать пояснение на всей счет. Надо понимать, что те, которые мы готовим в вузы – это будущая элита государства. Как вы за них боретесь? Конкретный вопрос, на который я хотел бы услышать, конкретный ответ. Конечно, они могут вернуться, эти люди, но с совершенно перевернутым сознанием. Как объясняете дефицит кадров по востребованным специальностям? По моей информации, целевая подготовка не решает проблему. И для чего мы создавали столько профильных классов, если менее 30% выпускников этих классов поступает по профилю? Менее 30%. Следующая проблема – молодежь не слишком охотно идет в науку и преподавание. А мы при этом еще и позволяем себе разбрасываться квалифицированными специалистами. Нам надо, Андрей Иванович, посмотреть вместе группу соответствующих здравоохранения и создать, и проверить вузы. Надо их встряхнуть. Закостенели до неимоверности. Рактора некоторые даже на работу не приезжают. На удаленке работают годами. После того, как комиссия проведет мониторинг в образовательной сфере, в конце августа состоится еще один серьезный разговор, в рамках которого будут подведены итоги и сделаны выводы, с кем дальше работать, подчеркнул президент. Техника выходит в поля. Хозяйство Беларуси готовят почву под сев яровых. На юге Брестской области погода уже позволила внести органические минеральные удобрения и начать пахоту. Работа кипит в Малорицком и Жабенковском районах. Что касается техники, до начала марта все машины в Брестской области должны пройти техосмотр. Готовятся к весенним работам по всей стране. Проверяют семена, приводят в порядок тракторы и комбайны. Сокращать объемы подготовительной работы позволяет обновление парка. В этой компании задействуют более 120 тысяч единиц сельхозмашин. По оценкам специалистов, погода благоприятствует и зимовке культур. Аграрии надеются, что окончание февраля не внесет негативных поправок. В предыдущем сезоне по мере схода воды выборочно переходили на другие участки. В результате посеяли в оптимальный срок, внесли удобрения и получили высокую урожайность зерновых и зернобобовых. А индийские фермеры обрабатывать землю не собираются. Все их усилия сейчас направлены в другое русло. Они вышли на масштабную акцию протеста, требуя повысить цены на выращенную продукцию. Правительство обещало удвоить доходы аграрьев, но этого не произошло. Колонна тракторов двинулась в Нью-Дели, однако при подъезде к городу их встретили ограждения из колючей проволоки, бетонные блоки и усиленные наряды полиции. Власти запретили проведение каких-либо демонстраций и митингов, так как стало известно, что представители почти 200 фермерских союзов намерены провести пикеты у административных зданий. Чтобы не допустить этого для разгона протестующих, полиция применила дубинки и слезоточивый газ. Марш проводится всего за несколько месяцев до национальных выборов в Индии, на которых премьер-министр Нарендра Моди будет баллотироваться на третий срок. А миллионы индийских фермеров как раз составляют мощный блок избирателей. Правящие партии изо всех сил стараются заручиться их голосами, но вряд ли аграрии сделают выбор в пользу власти, которая их не слышит. Рассчитывать на поддержку избирателей не приходится и Джо Байдену, которому все труднее исполнять свои обязанности. Его состояние здоровья и неспособность управлять страной на должном уровне беспокоят уже не только простых американцев, но и сторонников главы Белого дома, членов демократической партии. Случаи откровенно неадекватного поведения Байдена в последнее время участились. В американских СМИ даже появились призывы проверить его психическое состояние. И неудивительно, американцы видят, что их президент теряет ориентацию во время встреч с зарубежными лидерами. Проблемы возникают даже с координацией движений, не говоря уже о ведении переговоров и принятии серьезных политических решений. Например, во время речи короля Иордании Байден маячил на его фоне, не зная, куда ему идти. А в ходе переговоров с премьер-министром Израиля американский президент и вовсе умудрился заснуть. После одного из своих выступлений перед сторонниками Байден шокировал публику, когда в момент дезориентации пожимал руки невидимым людям. Но это из безобидного. А вот его решения и заявления могут иметь непредсказуемые последствия. Например, он оговорился и заявил, что США проводят операцию в Газе. Поздравил Швейцарию со вступлением в НАТО, перепутав ее со Швецией. И таких фактов все больше. Ситуация вызывает обоснованные опасения, ведь 80-летний политик стоит у руля ядерной державы. По результатам последнего опроса, более 80% жителей страны считают, что Байден слишком стар для еще одного президентского срока. А врач, который отвечал за здоровье экс-лидеров Барака Обамы и Дональда Трампа, заявил, что Байден не может быть ответственным за ядерное оружие. Проблемы с памятью у американского лидера признали даже в Минюсте. Вице-президент США Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом лидера страны Джо Байдена заявила, что готова исполнять его обязанности. Умные и креативные пионеры, октябрята и активисты БРСМ в эти минуты соревнуются за гран-при республиканского молодежного квиза. В первом туре число претендентов на победу превышало 30 тысяч, но в финал прошли всего около 120 человек. Интеллектуальный квиз собрал ребят со всех уголков страны. В финале их ждет 6 раундов и по 6 вопросов в каждом. Охватят широкий круг тем от истории и культуры до развития спорта в стране. Кроме того, в преддверии единого дня голосования список пополнил блок вопросов об избирательном праве. На главный приз в трех возрастных категориях претендует 21 команда. Очень сильно готовились и старались. Находили многие сборники, информацию в интернете и всего такого. Играли в познавательные игры и находили всю эту информацию. Этот проект не требует какой-то особенной подготовки со стороны как педагога, так и учреждения образования. Можно сказать, что это один из самых популярных проектов БРПО и БРСМ сейчас. Симбиоз всех направлений, которые развивает БРСМ, включая сегодняшнее мероприятие, может вырастить по-настоящему гармоничного человека, гармоничную личность. А это все, что нам надо для здорового, счастливого будущего нашей страны. Октябрятский пионерский молодежный квиз проходит в нашей стране уже в шестой раз. Ежегодно он собирает более 4 тысяч команд. Свежий взгляд и новые идеи. Республиканский молодежный конкурс аналитических исследований стартовал в Минске. Его приурочили к первому юбилею крупнейшей в стране фабрики мысли Белорусского института стратегических исследований. Свои проекты могут представить студенты, молодые преподаватели и ученые в возрасте от 18 до 35 лет. Все, кто интересуется аналитикой и изучает информационное пространство. Темы для работ обширные, их объединяет прицел на будущее. Участникам предстоит оценить, какими путями будут развиваться в нашей стране образование, агропромышленный комплекс, экономика и другие направления. Аналитика действительно штучный товар. И как готовить аналитиков, это до настоящего момента спор идет в аналитической среде. Кто-то говорит о том, что возможно подготовить, кто-то говорит о том, что это талант и его надо только разглядеть. Для нас это необходимость, поэтому как бы это ни было, мы будем искать талантливых молодых людей и будем готовить из них аналитиков. Заявки принимают до 10 апреля. Итоги станут известны в начале мая. По результатам проекта планируется не только выявить самых талантливых аналитиков, но и сформировать кадровый резерв – сообщество молодых и амбициозных исследователей. Новые маршруты и рост цифр туризма. Лицкий замок готовится к старту весеннего туристического сезона. В городе реализуют проект «Лицкий Арбат». Для этого перестроили территорию у главной архитектурной жемчужины и разработали нестандартные варианты для развлечения путешественников. Основная задача – привлечь туристов. Готовят не только традиционные рыцарские турниры и фестивали огня, но и интерактивные археологические раскопки, квесты, анимацию. От новых парковок для автобусов до эксклюзива в готических башнях. Новинкой сезона – инклюзивный проект. В этом году хотим запустить новый проект «Лицкий замок для всех и каждого». То есть, да, есть люди разные, и есть люди, которые приезжают к нам в замок, и смотришь, они не могут пройти по этажам, посмотреть наши экспозиции в башнях. И поэтому мы хотим, чтобы это было доступно для них. И на территории замка, ну, немножко я расскажу, раскрою наши секреты, мы будем им показывать, рассказывать, из чего, как строился замок. Мы будем заказывать пазлы, они будут собирать, они будут, ну, то есть, участниками строительства Лицкого замка. За прошлый год туризм заметно оживился. Едут из стран ближнего и дальнего зарубежья. Количество посетителей только в средневековом замке выросло больше, чем на 40%. 103 тысячи туристов за минувший год – цифра сравнима с населением Лиды. И ее намерены увеличить. Продолжение следует...